Ассаламу алейкум, и мир вам друзья! С вами вновь Чечен Синдром. Друзья, пару лет назад, наткнулся в сети на очень интересные рассказы, нашего соотечественника, под псевдонимом Джек Абрек. И вот, один из его рассказов, я и решил сюда выложить. Речь в данном рассказе пойдет о том, как мы в интернете, в ходе споров в комментариях и на форумах, с одной только целью победить и оскорбить оппонента, порой настолько уходим от темы, что все доходит до абсурда. В большинстве случаев такие споры заканчиваются одинаково. Все некие персонажи, скрывающиеся за этими никами и используемые мною в рассказе, вымышлены. Любые совпадения прошу считать чистой случайностью. Мнение героев зачастую не совпадает с моим мнением. Еще один момент, в рассказе будут царказмом отношений людей, пытающихся на публике выглядеть верующими, коверкающими ислам только для того, чтобы выиграть спор. Чтобы трактовать Коран и проповедовать ислам, нужно соответствующее образование, а не ссылки и копии текстов, достоверность которых находится под большим сомнением. И в заключении, призываю всех к взаимоуважению, а не самоутверждению за счет оскорбления другого. Не навязывайте свое мнение, оно может быть ошибочным. У каждого человека своя правда, мы все разные. Итак, в одной из многочисленных групп социальных сетей, видим тему. Заголовок таков, любите ли вы кошек так же, как люблю их я? Первый коммент от наивной Реолав. Ой, я их обожаю, они такие милые. Ей отвечает, пользователь под ником, моляка скромная, и я, особенно, когда они маленькие и пушистые, уйти пути. В это время, группа монетарит, пользователь под ником злой офицер, видит новую тему, и хотя его абсолютно не интересуют кошки, решает, что непременно должен оставить свое мнение. Во-первых, все равно делать нечего. Во-вторых, всегда приятно указать кому-нибудь на его ошибки, а они всегда есть. Нужно только внимательно поискать. Плюс, в-третьих, его имя будет значить со-заголовка темы, ведь последний от злой офицер, самая лучшая реклама его страницы. Заходит он, видит предсказуемый коммент от Реолав и думает, так, как бы сумничать на кошек. Мне наплевать естественно, но нельзя же прямо об этом заявить, за дурака примут и попросят из темы выйти, а мне нечем будет возразить. О, придумал. Пишет. Лучше бы своих близких людей так любили, как кошек. Девушек это задевает, они должны как-то возразить, ведь они и близких людей тоже любят, но здесь же речь о кошках. Казалось бы, одна из них должна просто написать ты тем и ошибся, но они ведь наивны. Им кажется, что они должны ответить не по сути, а именно на коммент злого. А тот тоже хитрец, как поставил вопрос, сопоставляет близких людей и кошек, чтобы девушки выбрали что-то между ними. Маляка скромная, пытаясь найти компромисс, пишет. Злой, тебе не нравятся кошки? Злой отвечает. Маляка, это не важно, лучше бы девушки любили своих близких так же сильно. У современных девушек вообще имана нету. Не тратьте время впустую на кошек, делайте намаз, заявляет никогда не молившийся офицер. Откуда ты знаешь, какой у нас иман? Парирует Реолав. В этот момент в теме пополнения, сюда заходит грозный пользователь, под ником Меч Ислама. Читает все предыдущие посты, насмехается над глупцами, что девушки заблуждаются, что парень. Меч, недолго думая, копирует один аят из своих старых заготовок, на все случаи жизни, и щедро скидывает этот отрывок ребятам. Суть этого отрывка не особо соответствует теме, некоторые посчитают, что вообще не соответствует, но это не волнует Меча. Зачем, думать и разглагольствовать, когда есть функция копипаст? И девушки, и парень, читает первые и последние предложения из огромного поста Меча, остальное им неинтересно. После этого Меч притихает, его миссия пока выполнена. Злой же продолжает, вот посмотрите, что кругом творится. Девушки ходят в мини-юбках, но до своей одежды им дела нет, главное для них полоскать котят. Все позабывали, что они нахчи. Это касается не только девушек, парни тоже многие позабывали кто они. Из-за этого нас и притесняют везде, у нас нет согласия. Все позабывали о даты. Далековато он ушел от кошек, не так ли? Девушки в шоке. В тему заходит пользователь, под ником Лондон Бой. Читает комменты, входит в суть дела и пишет, да все путем, злой, не кипятись. Время сейчас такое, 21 век, никуда нам не деться, мир меняется и мы с ним. Как бы мы ни пытались соблюдать свои традиции, со временем все пройдет. Ты наверное слышал про глобализацию? Так вот, скоро все народы будут как один народ, не будет разных рас, религий. Только тогда наступит мир на земле. Прежде чем злой, успевает отреагировать на этот монолог, со своей копией очередного аята, спешит меч ислама, ему есть что возразить лондонбою. Нажимает на пасты, довольный сидит, что заткнул рот мунафику, который точно попадет в ад. Зло вынервирует этот меч, вот достался своими цитатами, кто их читает? Никто. Но все обязательно прикинутся, что вдумывались в каждое написанное слово, будут одобрительно кивать, ведь если не кивнешь, тебя сразу спишут в неверующие. А выйди из сети, все грешат, кто как может. Бесит это лицемерие. Тем временем, появляется коммент от нового участника дискуссии, под ником оппозиционер, пока у власти эти люди, нам не дадут нормально жить. Вы все тут быдло, сидите перед своими компами в теплых комнатах. Над вами издевается власть, а вам бы поприкалываться. Верите всему, что по телеку показывают. И тут же, совсем не в тему, кто-то под ником адекватное, пишет, у меня есть котенок, мне подарили, не знаю как за ним ухаживать. Подскажите. Лондон бой, забыв о названии темы, пишет, покопайся в гугле, тут никому дела нету до твоего котенка. И про себя добавляет, дура. Проходит немного времени, спор разгорается, и нам будет интересно посмотреть, что они там все пишут спустя 15 минут. Да кто ты такой вообще? Ты ошибки в каждом слове допускаешь, пишет злой офицер грозному мечу. Я как ты в школу не ходил, мне это не надо. Я учусь исламу, его знаний мне хватает. А то, что я кафирский язык плохо знаю, мне на это наплевать. Если бы я не был в Европе, я бы тебе морду набил, пишет меч ислама, позабыв, что в исламе нужно в первую очередь быть терпеливым. Нельзя оскорблять людей, а тем более пытаться бить кому-то морды, вместо того, чтобы красивыми словами призвать человека к религии. Вот мой номер. Позвони если такой смелый, отвечает ему офицер. Тема закрывается, больше тут про кошек никто ничего не напишет. Все герои дружно перебираются в тему под названием всех женщин с 8 марта. Тут они много о религии, власти и о датах могут друг другу рассказывать. Друзья, на этом все. Если вам понравилось, отблагодарите автора поставив лайк, тем самым вы отблагодарите меня за мою скромную работу. Спасибо друзья и до новых встреч.